Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Япцева. И сегодня мы с вами поговорим про обрезку кустов крыжовника. Крыжовники в зависимости от сорта бывают с самого различного габитуса кроны. Вот перед нами такой достаточно старый уже куст крыжовника. И вы видите, что он достаточно высокорослый. И загущается он очень здорово. Приросты, видите, однолетние приросты какие большие. Вот двухлетняя веточка, да, и вот какие огромные приросты. Вот у таких крыжовников, по идее, нужно оставлять 8 ветвей, не больше. Всё остальное нужно вырезать. И что мы начинаем, значит, почему я люблю летнюю обрезку или раннеосеннюю обрезку? Потому что у нас кусты ещё с листьями. И мы прекрасно видим, какой куст. Потому что весной, когда мы видим куст, нам кажется, что всё прозрачно и всё хорошо у него. А сейчас мы видим куст такой, как он бывает летом. И видно сразу очень хорошо, что здесь лишнее. Ну и вначале, значит, сразу оговорюсь, что крыжовник – это достаточно такая долгожитель культура. Ветви у неё стареют не так быстро, как у смородины. Значит, на одном месте куст крыжовника может расти 30 лет и даже иногда более, в зависимости от того, какой сорт. И веточка у него стареет за 7 лет. Не за 4 года, как, допустим, у смородины чёрной. У смородины красной немножечко тоже дольше живут ветви. Там тоже 5-6, иногда до 7 лет. Ну а у крыжовника до 7 лет растут ветви. И поэтому, если у нас ветвь сильная, вертикально ориентирована, то мы её можем 7 лет сохранять. А потом уже заботиться, когда к этому возрасту подходит ветвь, значит, заботиться о замене этой ветки. Но так как этот куст в прошлом году обрезался, значит, на замену мы вряд ли что-то будем оставлять. Но вы видите, что проснулись почечки у основания куста и начали расти очень сильно внизу. И загущают крону, делают куст, в общем-то, разлёгшимся. И возле него не очень удобно обихаживать участок. Ну и начнём резать. Значит, всегда мы начинаем резать, мы принимаем какое-то определённое решение, так как у меня куст обрезался в прошлом году. Здесь проблем больших нет. Но, значит, за этот сезон выросли в ненужных местах ветви. И мы будем прочищать подступ к середине куста. И вначале начнём расчищать периферию. То есть облегчим себе доступ к самому центру. Вырезаем все веточки, которые у нас внизу. Даже молодые. Ну и будем удалять все слабые ветви и все уходящие в сторону. Убираем. И вот видите, вот такие вот развилки. Всегда нужно заботиться о том, чтобы удалять развилки. Развилки – это никогда не хорошо. При нагрузке урожаем именно вот в этих местах может происходить поломка. И если ветка внизу находится, значит, она будет соприкасаться под нагрузку урожаем. Она ещё прогнётся и будет соприкасаться с землёй. Нам это не нужно. И поэтому мы все такие ветви удаляем. Отдельно нужно позаботиться о том, чтобы у вас были хорошие перчатки. Потому что крыжовники, как правило, все сильно околюченные. У этой ветви есть молодая ветвь на замену. И вот мы режем на неё. Вот такая вот веточка. Вот видите, она достаточно молодая. Но вот она каким-то образом заходит внутрь кроны. Её можно снизить. И вот получается у нас мы сформировали такой как бы ярус ветвей. Вот таким образом мы расчистили наш куст. Убрали все ветви, которые выросли в неположенном, нежелательном для нас месте. И всё уже в таком состоянии. Мы можем куст отпускать на зимовку. Что ещё нужно сделать? Сейчас желательно обработать кусты. Пока температура воздуха позволяет, можно сделать фунгицидные обработки. Это может быть и скор, это может быть и хорус, это может быть и искореняющее опрыскивание. И опрыскивание это мочевина или карбамидом, это одно и то же. Значит, что касается искореняющего опрыскивания, нужно знать, что это делается 5-7% раствором по действующему веществу. Что это значит? Значит, на пачке у вас будет с карбамидом написано ДВ азот. И указано 43%, например. Оно бывает, как правило, от 37 до 43. И 100 вы делите на эту цифру, которая указана у вас на упаковке, у вас получается коэффициент. И 5 или 7% вы умножаете на этот коэффициент. И у вас получается нужное количество вещества, которое нужно вносить на 100 мл воды. Не на литр воды, а именно на 100 мл. То есть у вас получается такой достаточно крепкий раствор. Например, если вы обрабатываете все кусты и заправляете свой опрыскиватель, опрыскиватель, как правило, 10 литров объемом, значит, вы берете, если у вас будет 7% раствор, то половину пачки карбамида. Но, как правило, карбамид выпускается либо 3-килограммовыми пачками, либо 1,5-килограммовыми. Короче, если 1,5-килограмма, вот если вы на опрыскиватель разведете, у вас получится 7% раствор мочевины. От чего зависит раствор? Чем прохладнее температура воздуха, при которой вы будете работать, тем крепче раствор у вас должен быть. Вы можете, если уже будет совсем прохладно, то можете работать даже с 10%. Искореняющее опрыскивание для чего должно быть? Для того, чтобы у вас быстрее дефолиация наступила, то есть листья быстрее у вас опадут и быстрее начнут разлагаться. И сапрофитная флора, она не сможет пройти стадию сапрофитов. То есть не сможет развиваться, и вы львиную долю инфекции уберете. Поэтому я желаю вам хороших урожая в следующем сезоне. С вами была Тамара Альякцева. До следующих встреч на канале Процветок. Процветок.